МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коротко о главном. Закрыть или не закрыть нефтезавод. В региональном правительстве взвесили все за и против. Скорая, неотложная, экстренная помощь. В чем разница? Рязанских школьников учат конструировать настоящих роботов. Теперь обо всем подробнее. Вопрос о приостановлении работы нефтезавода был озвучен рязанскими депутатами на заседании Госдумы еще на прошлой неделе. По их мнению, предприятие нарушает природоохранные законодательства, и подвергает опасности здоровью жителей нашего города. Рязанцы, в свою очередь, на протяжении пары последних лет били тревогу. Их многочисленные просьбы о принятии мер по устранению, по их мнению, невыносимого запаха, доносящегося с Южного промузла, наконец, были услышаны. Но будет ли отклик городских региональных властей? В правительстве Рязанской области обсудили все нюансы данного вопроса. На пятничном заседании рабочей группы по вопросам реконструкции очистных сооружений Рязанской нефтеперерабатывающей компании собрались представители регионального правительства, руководства РНПК и общественности. В начале обсуждения первый зампред областного правительства Сергей Самохин сообщил, что этот важный для экологии города вопрос находится на постоянном контроле чиновников. Проблема серьезнейшая. Мы все прекрасно понимаем и отдаем отчет тому, что мы делаем. И группа создана была не для того, чтобы мы кого-то представили и попиарили перед камерами, извините, или на страницах газеты, чем пользуются, к великому сожалению, вот некоторые наши представители, а для того, чтобы мы решили проблему. Мне приятно было сегодня услышать из уст наших и руководителей федеральных структур и представителей общественности, что за время работы вот этой рабочей группы, этой комиссии у нас уменьшилось количество обращений жителей по проблеме. Действительно, я вам просто гарантирую и заявляю абсолютно авторитетно, за этот период уменьшилось количество выбросов, которые мы фиксируем нашими стационарными передвижными постами. Также Сергей Самохин сообщил, что рязанской нефтеперерабатывающей компании все-таки удалось найти необходимые средства на полную реконструкцию очистных сооружений. Работы начнутся уже в этом году, а завершатся они к 2018 году. Кроме того, рабочая группа по экологии будет проводить постоянный мониторинг атмосферного воздуха в районе Южного промозла. Комиссия проработала год, и за этот год, ну, можно сказать точно, что экология не ухудшилась, по той причине, что основной задачей мы ставили это мониторинг экологии, да, и в этом направлении экологии города, в этом направлении мы будем и дальше двигаться. Вы, наверное, уже слышали, что на следующей неделе мы уже выезжаем на другие предприятия, где будут проходить заседания Комиссии. Также на заседании обсуждался вопрос, прозвучавший в некоторых средствах массовой информации о закрытии РНПК на трехмесячный срок. Первый зампред регионального правительства Сергей Самохин заявил, что если завод остановить, то это не решит, а, напротив, значительно прибавит резание экологических проблем. Он напомнил, что на очистные сооружения РНПК поступают стоки всех промышленных предприятий областного центра. Если компания прекратит работу, будет парализована и вся городская канализационная система. На совещании выступили представители региональных отделений Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры и Росздравнадзора. Они отметили, что экологические проблемы в Рязани, как и в любом промышленном городе, существуют. При этом ведется системная работа по их решению. Представители ведомств также подтвердили, что на сегодняшний день никаких оснований для закрытия предприятий, в том числе и нефтеперерабатывающей компании, нет. Вызов скорой помощи зачастую превращается в игру в рулетку. Примут вызов или не примут, приедут медики или не приедут, будут у них нужны лекарства или нет. Ну а с недавнего времени ситуация усложнилась еще и тем, что гражданам нужно указать, какая именно помощь им необходима – экстренная, неотложная или скорая. В чем же разница? Пояснение в следующем сюжете. Когда с нами случается беда, поднимается температура или болеет ребенок, мы начинаем искать различные способы решения проблемы. Иногда приходится даже набирать номер скорой помощи и ожидать отклика от специалиста. На сегодняшний день известная нам служба скорой помощи разделена на два подразделения – скорая и неотложная помощь. Экстренный – при внезапных острых заболеваниях, состояниях обострения хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни человека. Это относится к экстренной помощи. Неотложный – при всех внезапных острых заболеваниях, состояниях обострения хронических заболеваний, без явных признаков угрозы жизни пациента. Вот с чем основная разница между экстренной и неотложной медицинской помощью. Таким образом, передача нетяжелых пациентов в неотложной службе позволяет значительно разгрузить скорую помощь и оставить за ней только оказание экстренной помощи в сложных ситуациях. В этом случае особую роль играет диспетчер скорой помощи. Принимая звонок вызова, он решает, нужно ли бригаде экстренной помощи выезжать на вызов или стоит передать его в поликлинику, то есть вызывать неотложку. К другим новостям. Сотрудники полиции совместно с региональным управлением ФСИН провели масштабное учение, направленное на отработку действий при пресечении массовых беспорядков, освобождению заложников, розыску и задержанию подозреваемых. В учениях приняли участие более 350 сотрудников правоохранительных органов, несколько спецавтомобилей и единиц бронетехники. Подробнее в следующем видеосюжете. Местом действия масштабной совместной тренировки на рязанских полицейских и работников региональной службы исполнение наказаний стала площадь села Стенькина. Здесь по плану учений могли развернуться массовые беспорядки. Однако правоохранители оперативно оцепили площадь. Собравшимися начались переговоры, но злоумышленники не успокаивались. Тогда для пресечения массовых беспорядков в ситуацию вмешались бойцы Рязанского ОМОН. В общем, рассерженную толпу заблокировали и разобщили. Зачинщиков беспорядков задержали. Также по сценарию учений полицейским предстоял розыск сбежавших заключенных и освобождение заложников. Преступники, как это часто случается в жизни, укрылись в отдельном домике. Однако под огневым прикрытием бронетехники сотрудники подразделений ворвались в помещение, где удерживались женщины, нейтрализовали злоумышленников и освободили заложника. В это же время в окрестностях села Стенькина началась погоня, которая привела полицейских в село Дашки-2 Рязанского района, где очередные нарушители закона укрылись в пустующем здании. И здесь опять же бойцы спецподразделений при поддержке бронетехники нейтрализовали преступников. Руководство региональных управлений полиции и УФСИН оценили взаимодействие сотрудников подразделений на высоком уровне. С начала текущего года дорожными полицейскими в ходе профилактических рейдов было выявлено более тысячи правонарушений, связанных с управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии. Госавтоинспекция сообщает подробности аварий, произошедших в выходные дни. Виновником одной из них стал пьяный автомобилист. Прошедшие выходные, к сожалению, не обошлись без дорожно-транспортных происшествий. За эти дни, согласно полицейской статистике, произошло более 200 аварий, в результате которых три человека погибли, а шестеро получили травмы различной степени тяжести. Так, вечером в пятницу в Милославском районе 38-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla, не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате происшествия водитель был госпитализирован в Милославскую центральную районную больницу, где впоследствии от полученных травм скончался. 57-летнему пассажиру травм удалось избежать. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Все обстоятельства уточняются. В тот же день, опять же вечером, но только уже в областном центре, произошла автовария по вине пьяного водителя. На улице третьей бутырки мужчина на ладе Калиния столкнулся с Дайхатсу, ехавшим в попутном направлении. При этом пассажирка его автомобиля получила травмы, и ее доставили в областную клиническую больницу. В крови мужчины алкотестер показал почти полторы промилле, а на вопрос у дорожных инспекторов виновник ДТП сообщил, что алкоголь – это отнюдь не запрет для езды. Здесь 1,4, значит, водку. Водку. Много? Много. Сколько? Ну, литра 4, наверное. 4 литра? Да. А что смеется? Нет, это же авганец, я ничего не могу. Ранее водитель уже неоднократно лишался права управления за то, что садился за руль своего транспортного средства в состоянии опьянения. Последний раз мужчина был лишен права управления в ноябре 2014 года. Однако это не остановило горе водителя, и он в очередной раз поехал на транспортном средстве в состоянии опьянения. Сейчас этому горе водителю назначен арест на 15 суток, а всего же инспектора ЕБДД на выходных задержали 80 непрезвых автомобилистов. В связи с изменениями погодных условий госавтоинспекция просит быть автомобилистов особенно осторожными и внимательными. Соблюдайте дистанцию, скоростной режим, не прибегайте к резкому маневрированию. Если вы уже успели поменять зимние шины на летние, то лучше пока что воздержаться от поездок, хотя бы в ночное время. Этим утром рязанские СМИ облетела трагическая новость. В воскресенье 22 марта в Рязанском театре драмы во время спектакля скончался один из зрителей. Пожилому мужчине стало плохо. В театр он пришел вместе со своей супругой. По ее словам, ранее у мужчины уже был микроинфаркт. Оказать первую помощь до приезда скорой пытались присутствовавшие в зале врач и девушка с образованием медсестры. До приезда кареты скорой они делали искусственное дыхание. Помощь прибыла быстро, но спасти мужчину не удалось. После случившегося продолжать действия актеры, конечно же, не стали. Спектакль, кстати, назывался «Прекрасная жизнь» в постановке труппа Государственного театра киноактера. Собственно, один из артистов со сцены заметил, что в зале происходит что-то неладное. Приносим свои соболезнования родным и близким покойного. И все же завершить наш выпуск хотелось бы новостями хорошими и добрыми. Учение «Свет» представители молодого научного сообщества проводят со школьниками интереснейшие занятия, на которых рассказывают и показывают детям конструкцию современной робототехники. Подробнее в сюжете. В обычной рязанской школе теперь проходят необычные уроки. Уроки по роботехнике. На таких занятиях можно узнать о создании настоящих роботов и управлении ими. Я конструирую подобных роботов, могу сконструировать что-то из Лего. Участвовал уже на двух крупных соревнованиях. Я играл в компьютерные игры. Я видел, что там происходит, мне захотелось создать что-то подобное. Уроки проводит преподаватель рязанской школы робототехники для детей. Она создана на базе Рязанского государственного радиотехнического университета. Говорят, что такие уроки хороши не только как интеллектуальное хобби, но и как отличная подготовка к поступлению в университет. Я долгое время занимался и до сих пор являюсь участником коллектива КБ «Аврора», который сейчас находится в Сколково. Все время ощущали голод кадров, несмотря на то, что мы студенческое конструкционное бюро, к тому же. Понял, что необходимо заниматься этим и со студентами, и с людьми, кто помладше, со школьниками, для того, чтобы они, приходя в вуз, уже имели какой-то опыт, практические навыки. Это призвание инженер, профессия. Сейчас в стране голод кадров страшный инженерный. У нас не хватает хороших инженеров, которые реально что-то умеют делать. Не хватает мастеров на производстве. Сейчас производство обновляется, станки с ЧПУ повсеместно появляются. Ребята постоянно готовятся к соревнованиям, участвуют во всероссийских крупных тематических фестивалях, занимают призовые места. Помимо ватеробошколы, мы занимаемся и другими проектами. У нас разрабатываются специальные платы для управления двигателями, так как готовые технические решения, они не позволяют обеспечить должной мощности. Также у нас разрабатывается проект беспилотного робота-автомобиля. Его особенность заключается в том, что он имеет четыре колеса, которые могут поворачиваться на все 30-60 градусов. И кажется, что все большие технологические мечты и страхи человечества исходят из мира робототехники. Роботы в потенциале могут снять с наших плеч большой объем монотонной работы. Робот на производстве или в опасных сферах жизнедеятельности – это необходимость. Робот-пылесос дома – это удобно. А значит, будущее стоит именно за этими ребятами. И это все новости на сегодня. Далее в эфире программа «Подробности». На этот раз гостем в нашей студии стал руководитель Рязанского областного отделения пенсионного фонда Геннадий Пашин. Речь пойдет об индексации страховых пенсий. Спасибо, что были с нами. Смотрите нас на «Рязанских кабельных». Всего доброго. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. КОНЕЦ